Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам 2.7», мы рассмотрим такой вопрос. Приобретается ли бессмертие души или находится в собственности каждого, как нечто природное? Сначала прочитаем отрывок «Послание к римлянам 2 глава 6 по 8 стих». Здесь как раз находится 7 стих, который для нас представляет интерес. «Который воздаст каждому по делам Его тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». То есть здесь, в этом тексте, жизнь вечная дается как некая награда, как некое благословение для спасенного человека. Естественно, возникает вопрос, а разве бессмертие не вложено в саму нашу природу. И его надо искать, приобретать. 1 Коринфянам 15, 53. Но Христос в то же время говорит, что смерть не может уничтожить душу. Смотрите, 12 глава, 5 стих — это Евангелие от Луки. И апостол Павел, он говорит, что душа, она переживает смерть, она продолжает существовать. Это 2 Коринфянам 5, 8, филиппийцам 1, 23 и Откровение 6, 9. Откровение — это уже Иоанн Богослов. Итак, возникает вопрос, или мы уже обладаем бессмертной душою, или ее надо заслужить, вот эту жизнь вечную. Попробуем ответить на эти вопросы. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что в библейском понимании жизнь в аду без Бога не воспринимается как жизнь, а более воспринимается как смерть. И когда Христос в день суда скажет «Идите, благословенные, идите, благословенные, в жизнь вечную», это будет призыв войти в рай сладости. А слова «Идите, проклятые, в огонь вечный», уготованный дьяволу и ангелам его, это связано с вечной смертью. Они будут вечно мучиться, но, скажем так, ни у кого язык не повернулся, из апостолов назвать такое существование жизнью. Потому что жизнь — это радость общения в Боге и с Богом, как о Христе и сказано, что Он принес нам жизнь и жизнь с избытком. И чтобы нам это понять, уяснить, прочитаем книгу Откровения, 20 глава, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Вот о чем это. Имеющий участие в воскресении первым, первым воскресением, здесь называется момент, когда еще в этой земной жизни, до момента физической смерти, неверующий становится верующим, еретик становится православным, язычник становится христианином. Вот это воскрешение первое. И тот, кто имеет в нем участие, над ним смерть вторая не имеет власти. А что такое смерть вторая? Первая смерть – это физическая смерть. А вторая смерть – это когда грешники услышат слова Христа «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его». Но это не значит, что они помрут. Они пойдут в огонь вечный и вечно будут там мучиться. Но Библия называет это смертью, а не жизнью. И это очень правильно. Таким образом, есть два воскресения и две смерти. Воскресение первое – это когда в этой жизни мы обращаемся к Богу. Воскрешение второе – это когда наше тело воскреснет. Смерть первая – это физическая. А вечная смерть, смерть вторая – это когда грешники в результате страшного суда будут отосланы на муку вечную. Также в книге Откровения 20 глава 14-15 стих говорится «И смерть, и ад» Вот эта вечная смерть, она имеет продолжение, но где? «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это то, что будет происходить после возвращения душ грешников в их грешные тела. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Они будут объяты огнем, который будет сжечь не только их совесть, но и их тела будут страдать. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, то есть кто не воскрес для жизни в Боге и с Богом, не обратился к нему, пока был жив, тот был брошен в озеро огненное. И мы помним, как Христос говорил своим ученикам, когда они радовались, что они чудеса творят, знамения. Не тому радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Также в книге Откровения 21 глава 8 стих сказано «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою» – это смерть вторая. Физическая смерть, она для всех предназначена, и воскрешение тела ожидает всех. Как говорил Григорий Богослов, для некоторых лучше было бы и не воскреснуть, чем воскреснуть и оказаться в аду и вечно там мучиться. Но это то, что неизбежно, и от нас не зависит. Физическая смерть и грядущее воскрешение нашего тела, физическое воскрешение. Но от нас зависит, хотим ли мы в этой жизни до момента физической смерти духовно воскреснуть или родиться свыше. И вот тут мы должны употреблять усилия воли и усердия, потому что только идя этим путем мы можем достигнуть радости вечной жизни, которая, конечно, несравнима с вечной смертью, которой даже жизнью не называется. Итак, сегодня, друзья, мы рассмотрели одно из сложных мест священного писания, нашли необходимые ответы на возникшие вопросы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.